Ну что же, ребятки, всем привет! Сегодня будет довольно-таки интересное видео, в котором я вам покажу свою новую фуру. Да, я продал получше от Стереноте, которая у меня была фулл зеленая, по очень сладкой цене, вы об этом тоже узнаете в этом ролике. И я приобрел себе две фуры и очень интересные номера. Поэтому видосик будет насыщенный, смотрите его от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а чтобы быть ровным пацанчиком, либо девочкой, то конечно же вводи мой промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получишь приятные бонусы, денежки там и так далее. Поэтому не ленись, вводи, на каждом сервачке работает. И начнем, ребятки, я думаю с того, зачем я вообще продал получается Роноте и за сколько, я думаю это самый интересный вопрос. Получается, кто не помнит, а кто помнит, у меня был фулл зеленый Роноте, который перевели с моего первого сервака. Я туда поставил статику, поставил номера, рамки там и так далее. То есть мне эта машина обошлась там в целом в 250 миллионов примерно. Но мне предложили на стриме за эту фуру 320 миллионов без номеров и без рамки. Чистая прибыль составила 110 миллионов. То есть да, я с этой фуры заработал 110 миллионов, но не забывайте о том, что вышло обновление, подняли цены, получается, дальнобойщикам за рейсы. И соответственно фуры, конечно же, тоже очень выросли в цене. Ну что ж, ребятки, вот получается первый экземпляр, который я приобрел. Это получается Магнум. Я думаю, вы задаетесь вопросом, зачем я продал, получается, Роноте, фулл зеленый и пересел просто на Магнум. Но, как я и сказал, я купил две фуры. То есть эту фуру я вообще изначально купил на перепродаже. То есть у меня уже есть ее покупатель. Я уже могу ее продать дороже, чем я ее купил вчера. На самом деле мне этот Магнум очень понравился. Я вчера на нем поработал. То есть я вам скажу так, что на самом деле Магнум не такая уж плохая машина. То есть мне она реально даже понравилась больше по управлению и скорости, чем та же самая Тесла Сэмми, Ронотетом и так далее. То есть Магнум, на самом деле, очень такой бодренький старичок. То есть это реально классика. И я не знаю, я не особо даже хочу его продавать. Хотя у меня есть газон. То есть старая фура, которую я купил, это газон. Но при этом я все равно не хочу его продавать. То есть, ну, я, конечно, скорее всего продам, потому что зачем мне две фуры. Но эта фура тоже очень хорошая. То есть здесь стоит третий чип, аудиосистема, нитро, гидравлики нету. И стоит неон однотонный. Ну что ж, ребятки, теперь переходим к следующему автомобилю. Это, как я и сказал, газон Next. То есть я его приобрел очень по сладкой цене. Я просто реально не поверил своим глазам за ту цену, за которую я его приобрел. То есть сейчас цена, я говорю, на газон, это просто пизда. Третий чип, нитро, газон стоит минимум 130 миллионов. Не знаю, как на других серваках, напишите, пожалуйста, ну, у нас вообще дефицит с этими фурами очень жесткий. Цены взлетели. Типы лупят за эти фуры просто, ну, очень дорого. Понимаете, я два дня искал, искал, искал. Старался не спешить и, наконец-то, нашел тот самый идеальный вариант. То есть вот, ребят, этот газон. То есть сейчас он выглядит, ну, как я его купил, так он выглядит. То есть я с ним еще ничего не делал. То есть я его приобрел буквально там полчаса назад. То есть самое классное то, что здесь стоит зеленый статик. Потому что, как вы знаете, у меня на X5 зеленый статик стоит, на M5 и здесь тоже зеленый статик. То есть это прям идеально. Мне не придется здесь неон менять. Здесь стоят хорошие диски. То есть реально это очень хороший вариант. И сейчас мы поедем, его затюним, перекрасим. Я поставлю сюда номера и еще поставлю сюда доп-баг. Я, ребятки, забыл вам показать ПТС. То есть давайте я вам покажу, почему я так радуюсь. То есть здесь, получается, стоит третий чип, нитро-гидравлика, неон однотонный. То есть я его приобрел реально по хорошей цене. То есть не по низкой цене, но по хорошей. То есть, и короче, я сюда хочу поставить доп-баг и получается номера. То есть давайте это сейчас сделаем. Сначала берем, ставим, получается, номера. Вот у меня есть вот такие вот интересные номерочки. То есть мои именные номера. Кирюха с бренд-рамкой, которые стояли у меня, соответственно, на Роноте. И теперь они будут красоваться вот на этом газоне. То есть вот получается доп-баг. Он приобретает плюс 100 от стандартной вместимости. То есть у него будет 250 литров. То есть сейчас у него 150. Будет 250. Поэтому нажимаем используя. Нажимаем да. Все, мы, получается, поставили. То есть номера на базе. Доп-баг на базе. Ну и теперь давайте заедем сейчас в мою столушечку возле Нашана. Если что, там приезжайте, тюньтесь, ребята. Я себе скидочку сейчас поставлю. Чтоб как бы, ну, не переплачивать. Сами понимаете, но. Тут, кстати, даже развалы есть, прикиньте. То есть это очень редкая тема. Когда на фуре есть как бы развалы. Давайте тонировочку сейчас быстренько сделаем. Конечно же на 9 месяцев. Так, вот тонировочка, лобовое. 9 месяцев, 50% ставим. И поедем еще нелегальное потом СТО. И там поставим уже нормальный тонер. Ну что ж, ребятки. Вот такая вот красота получилась. То есть, ну да, черная фура, черные диски, зеленый неон. В принципе, ничего такого необычного. Но для работы этого хватит с головой. То есть я именно искал именно такую фуру. Чтобы был третий чип, нитро, гидравлика. И чтобы туда поставить доп-баг. Все, в принципе, для работы больше ничего не нужно. В будущем, возможно, сюда еще в ебу страбы. Потому что я люблю страбы. Мне нравится то, что фары со страбами не ломаются. Но пока что для комфортной работы этого хватит с головой. Ну и на сладенькое, так сказать, я вам покажу номера, которые я приобрел. Возможно, вы уже их увидели. У меня, получается, в винтаре. То есть, ну, многие не поймут меня, конечно. Но я эти номера пытался выбить, блядь, уже очень-очень долгое время. Не именно такой номер. Просто, чтобы семерки были. То есть я, в общем, где-то потратил на вот эти попытки в ДПС, чтобы выбить номера, около 100 миллионов. То есть, да, это не фулл блат, к сожалению. Вот, к сожалению, сука, это не фулл блат. Была бы в конце еще А, было бы хорошо. Они тоже выглядят очень даже нормально. То есть, я именно хотел семерки. То есть, у меня на X5 пятерка, вы видели. А я хотел семерки, пиздец, как сильно. И, скорее всего, эти номера встанут либо на Елик старый, я хочу их поставить. Либо на М5 Е60. Ну что ж, ребятки, я думаю, это можно как бы заканчивать. Я думаю, видос получился реально интересным. То есть, у меня теперь две фуры. Хазон точно останется, я думаю. Насчет магнума буду думать. То есть, в сумме, за этот ролик, можно сказать, я потратил где-то 350 миллионов. То есть, в целом, на две фуры, на тюнинг там и так далее, на номера ушло примерно 350 миллионов. Поэтому, ребятки, вот такой вот видосик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я почитаю ваше мнение. То есть, ну, напишите, что бы вы себе оставили. Газон, либо получается магнум. Все, всех обнял-приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...